Крымом все началось, Крымом все и закончится. Особенно Путин. ВСУ отошли из Ласточкина, но на этом борьба не заканчивается. Помощь усиливается, Европа просыпается, а конец России приближается. Информационно приближаем победу вместе здесь и сейчас. Это программа 20 минут. Я Ирина Узлова. Крым – это Украина. Крымом все началось, Крымом все и закончится. 26 февраля Украина отмечает День сопротивления оккупации Крыма. Украина может завершить войну только на своих условиях. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. С 26 февраля 2014 года и по сей день очень многое изменилось. И каждый осознает, какое направление в этих огромных переменах. Мы можем завершить эту войну на своих украинских условиях. Мы можем вернуть из оккупации свою землю и своих людей. Можем привлечь Россию к справедливой ответственности за совершенное. Но чтобы это было, мы должны бороться, акцентировал глава украинского государства. Президент напомнил, что сегодня мы вспоминаем события, которые произошли уже 10 лет назад, произошли в украинском Крыму, когда наш полуостров был похищен Россией. Эту жестокую войну, продолжающуюся сейчас против Украины, российский реваншизм породил именно тогда, когда почувствовал, что мир способен закрыть глаза на такие преступления, на такие анексии, на такое издевательство над людьми, чей дом просто отбирают, напоминает Зеленский. Глава государства подчеркнул, что войны завершаются по-настоящему честно, когда породившее их зло удается погасить. Не забывайте про Крым, бороться за Крым, чинить спротив тому злу, яке Россия принесла Крым, а далее спробовала разнести всей Украине и хочет расширить також на землях и других народов. Мы должны расширить реальную противостоянию российскому злу на всех уровнях, в всем мире. Мы должны бороться за людей в Крыму и в всех других оккупированных частях Украины. Мы должны бороться за повное восстановление силы международного права, силы по Крыму, а от же и любой другой земли. Крым был и остается принципиальным и главным вопросом нашей стратегии победы. Недолго осталось россиянам на чужой им земле, незаконно захваченной их липкими, грязными, кровавыми ручонками. Сюрпризы в пути. Россияшкам пора осматривать удочки, а поможет в возвращении нашего полуострова наша разведка и западная помощь. Шатакамсы и Таурус будут, а Крымского моста нет. Анализирует прогнозы наших спецслужб эксклюзивно в нашем эфире политтехнолог Борис Тизенкаузин. И это и наши собственные наработки, то есть то, что мы на 700-километровом расстоянии с завод буквально пару дней назад поразили, это наши украинские дроны. Поэтому свыше миллиона разных типов дронов, это уже там другой источник, это Федоров, министр Минцифры. Ну и Атакамсы, Таурусы, я думаю, что будут в этом году. Плюс авиация F-16 ожидается к лету, насколько я понимаю. Тянут, тянут, нам конец прошлого года обещали, но речь идет о большем количестве самолетов. Это плюс в данном случае. А Буданов, кстати, сказал, что Керченский мост до конца россияне не подлатали, и он, в принципе, мало используется для логистики именно военной. То есть там же вот этот железнодорожный мост поврежден был тоже серьезно. Ну а то, что такие анонсы делают, россияне могли бы там хихоньки-хахоньки, если бы они уже на себе не прочувствовали, как минимум два раза Керченский мост был поражен разными способами. И третий раз будет обязательно. Бог, и особенно служба Божья, любит трое. Обстановка сложная на многих направлениях, но решения есть и принимаются уже сейчас. Второй день подряд на передовых позициях горячих боев нашего фронта главнокомандующий ВСО Александр Сырский и министр обороны Рустам Умеров. Военное руководство страны посетило передовые командные пункты воинских частей и подразделений в зоне боевых действий, заслушало командующих группировками войск о ситуации на участках их ответственности. Сырский подчеркнул, что на многих направлениях обстановка сложная и требует постоянного контроля. Ситуация проанализирована, дальнейшие шаги разработаны в первую очередь для защиты войск от дронов и ударов с воздуха управляемыми авиабомбами. Кроме того, военнослужащие обсудили усиление отдельных участков фронта. Заслушали командующих группировок войск по ситуации на участках и их ответственности. Враг регулярно штурмует позиции наших войск. По многим направлениям обстановка сложная и требует постоянного контроля. Мы подробно проанализировали текущую ситуацию и обсудили необходимые дальнейшие шаги. В первую очередь защиты войск от дронов и ударов с воздуха кабами, а также усиление отдельных участков фронта. Для улучшения боеспособности, устойчивости и управления подразделениями безотлагательно на месте принял несколько решений. В свою очередь министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что вместе с Сырским наградили воинов, которые держали Авдеевку, и тех, кто прикрывал выход побратимов из города. Он добавил, что во время обороны Авдеевки украинские войны нанесли врагу невосполнимые потери. Отошли на новую линию обороны ВСУ, подтвердили отступление из Ласточкина вблизи Авдеевки Донецкой области. Спикер оперативно-стратегической группировки войск Таврия Дмитрий Лиховий объяснил, эти меры были приняты для того, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение российских вооруженных сил. Подразделения вооруженных сил Украины осуществили выход от села Ласточкина, рассказал он. По его словам, этот ход был важным для организации оборонительной линии через населенные пункты Орловка, Тоненькая и Бердичи, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение противника по направлению на запад. Отход украинских сил из Ласточкинова является правильным и способствует истощению российских войск. Вооруженные силы Украины ведут бои в районе населенного пункта. Об этом рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гонсюка Сергей Цихоцкий. Нет никакого побега наших войск. Есть правильный и грамотный отход, истощение врага. Враг наступает, и при этом мы уничтожаем их в большом количестве, в том числе уничтожаем технику. Это такая тактика ведения боя, и она побеждает. Не нужно паниковать. Самое главное – это сохранение жизни личного состава. А врага потихоньку будем уничтожать, не давать возможности выполнить задачи. Ласточкина – это наш населенный пункт, это наша земля. Но важнее выиграть эту войну, а не линии. И положить там тысячи людей, как они это сделали в Авдеевке. Цихоцкий подчеркнул, что военные постоянно работают над обустройством оборонительных позиций, выстраивают логистику. Есть специальные службы, которые этим занимаются, а также помогает местная администрация. На протяжении всего периода нашего пребывания на Донецком направлении мы работали. Наши инженерные службы и военнослужащие, которые не были задействованы в боевых действиях, занимались укреплением запасных позиций и логистику выстраивали. Даже строили пути, которые до того были непроходимы. Это происходит постоянно, и говорить, что у нас ничего нет и ничего не готово, нельзя, рассказал Цихоцкий. По его словам, оккупанты увеличили количество штурмовых действий. Офицер отметил, что в ВСУ есть ресурсы для обороны, однако не в том количестве, в котором нам бы хотелось. Нам всегда хочется большего. Противник действительно увеличил количество штурмовых действий. За последние сутки на оппозиции нашей бригады было совершено 17 штурмов. Их что-то подпирает. Понимают, что мы накапливаем силы, добавил Цихоцкий. Отошли в мир иной, навсегда. На более выгодные, вечные рубежи российские налетчики. И уже появились первые некрологи после отминусования российского А-50, совершившего 23 февраля последний отрицательный полет. О ликвидированном 23 февраля 2024 года штурмане самолета капитане Александре Провалове написал в соцсети его отец. Ранее сообщалось, что о взбитом А-50 действительно находились 10 членов экипажа. Они погибли при крушении самолета. Среди них было 5 майоров, 3 капитана, прапорщики и лейтенант. Ослепляем врага методически. Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, после уничтожения российского самолета А-50 оккупанты отодвинули район боевого дежурства и потеряли дальность ведения разведки. До Киева их теперь ни язык, ни ДРЛО не доведет. Обзор закрыт. По его словам, страна-агрессор РФ может противопоставить против Украины около 300 боевых самолетов, но если БСУ будут сбивать каждый день по два, то результат будет заметным. Скибицкий добавил, что россияне боятся и нос показать близко к зоне действия нашей ПВО. Это очень положительно для нас. То есть, если раньше россияне могли из Азова видеть до Киева, то сейчас уже из Краснодарского края в Киев они не достают средствами разведки. Будут мощные средства, большие средства противовоздушной обороны. Авиация, те же Ф-16, не позволит противнику работать на малой дальности от линии фронта. Тогда уже не будет 75 вражеских бомб у Авдеевки за одни сутки или по крынкам, где россияне бросали, например, 35 или 45 бомб у одному нашему маленькому плацдарму. Наша авиация будет эффективна, а наши пилоты опытны, обучены, мотивированы и высокопрофессиональны. Тем не менее, россияне ищут альтернативы для сбитого самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Увеличили, в частности, активность разведывательных дронов. Об этом в нашем эфире рассказала руководитель Объединенного пресс-центра оперативного командования ЮГ Наталья Гуменюк. Они сейчас пытаются максимально заместить тот А-50, который почил непланово у россиян. Сейчас активность вражеских разведывательных дронов очень высока в нашей зоне ответственности. Они пытаются собирать ту информацию, которую уже больше не передаст А-50. Именно поэтому мы видим неспецифическую активность тактической авиации, которая больше держится в отдаленных районах в акватории Черного моря, также концентрируя свои усилия на сборе соответствующих оперативных данных. Также, по ее словам, силам обороны на левом берегу Днепра в Херсонской области удается достигать успешных результатов уничтожения живой силы и техники врага. В результате контрбатарейной борьбы с опорой на движение сопротивления и партизанское движение имеем прямые попадания в те места, где враг концентрирует свои резервы, которые в будущем планировал использовать на линии боевого столкновения, рассказала спикер. Коллективный рывок. Время говорить Путину «Давай до свидания». Лидеры двух десятков стран мира сегодня собрались в Париже с целью как можно быстрее и эффективнее поднажать в вопросе предоставления помощи Украине. Инициатор действия – Эммануэль Макрон. В Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона 26 февраля соберутся около 20 глав государств и правительств, чтобы подтолкнуть поддержку Украины, пишет издание «Лэ Париссион». На встрече в Елисейском дворце подавляющее большинство европейских лидеров, в частности канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анжи Дуда, а также премьер-министры около 15 стран ЕС. Помимо этого, в встрече примут участие представители ШАИ Канады и глава британской дипломатии Дэвид Кэмерон. В режиме видеоконференции приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Переговоры в Париже проходят в то время, когда американская поддержка все еще заблокирована в Конгрессе. Поэтому Макрон призывает Европу к коллективному рывку против России, отмечает издание. Также во время встреч планируют обсудить рост количества кибер- и информационных атак со стороны РФ. В Елисейском дворце подчеркнули, целью переговоров является мобилизация и изучение всех средств эффективной поддержки Украины. Речь идет о том, чтобы подтвердить, что мы не устали и что мы полны решимости победить российскую агрессию. Мы хотим послать четкий сигнал Путину, что он не победит в Украине, говорится в сообщении. Пора, пора очнуться. Жозеп Боррель призвал Европу проснуться, дабы Путин не смог победить в Украине. Если европейцы хотят победы Украины, им следует оказать больше помощи, да побыстрее, считает глава дипломатии ЕС. По его мнению, исход войны в Украине может разрешиться в ближайшие месяцы. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель в интервью испанской газете «Аль Паис» отметил, что стран Евросоюза предоставили Украине гражданской, военной, экономической и гуманитарной помощи уже больше, чем США. Однако, если европейцы хотят победы Украины, им следует оказать больше помощи и побыстрее. Путин и Трамп еще не победили, но они могут победить. Европейские страны не принимают непосредственного участия в войне в Украине и поэтому не до конца понимают важность происходящего. Россия – недемократический режим, способный уничтожать своих оппонентов, таких как Навальный, или ликвидировать перебежчиков на европейской земле. Хотим ли мы, чтобы он появился на пороге Европы и контролировал 36% мирового рынка зерна? Европе пора бы проснуться и осознать, в каком опасном мире она существует. Также он призвал европейцев взять на себя ответственность и повысить собственную обороноспособность, чтобы быть готовыми к любым вероятностям. Боррель заявил, что предложит европейским странам создать фонд, чтобы помочь Украине развивать беспилотники и искусственный интеллект. Такую идею он озвучил в интервью изданию «Эль-Дьяру». Когда вы посещаете завод по производству беспилотников в Украине, вы понимаете, что война будет решаться в основном с системами связи и наведения. Это маленькие беспилотники, они имеют радиус действия 20 км, несут 2-х килограммовый заряд взрывчатки, стоят очень мало и чтобы уничтожить танк, больше и не нужно. Благодаря им на линии фронта теперь видно все, отмечает Боррель. Верховный представитель ЕС также отметил, что сейчас нужно иметь как классические боеприпасы, так и современные технологии ведения войны, такие как искусственный интеллект. «Мы должны развивать технологии, основанные на другом типе войны», подчеркнул Боррель. Путин с его комплексами ГБшной мыши, желая завоевать весь мир, обернул его против себя и запустил необратимые тектонические изменения, в которых бункерному диктатору не место. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов просто размазал Путина и отметил, РФ доказала невозможность собственного существования в мире цивилизованных стран. Война в Украине это только один из фрагментов глобальных тектонических сдвигов. Путин с его комплексами ГБшной мыши в навязчивом желании компенсировать причиненные ему Западом мнимые обиды стал триггером масштабных изменений. Замороженные региональные конфликты, кризис международных институтов безопасности, споры за ресурсы, появление новых экономичных гигантов это все образовало сложный клубок противоречий. И то, что мир не стоит после 1945 года на месте, а развивается и меняется, это естественный процесс. Неестественно то, что накопившиеся проблемы хотят решить оружием и насилием, а не путем цивилизованного диалога. Может сложиться определенное впечатление, что на планете как будто и не было веков развития гуманизма. А каким будет послевоенный мир напрямую зависит от того, что сейчас происходит на украинском поле боя. От его результатов зависит, какой мир мы будем иметь, направленный в будущее или возвращенный в архаику религиозного фанатизма, национализма и авторитаризма. Трамп не понимает Путина, потому что никогда не воевал с ним, считает президент Украины Владимир Зеленский. Президент Украины заявил, что экс-президент США Дональд Трамп не понимает целей российского диктатора Владимира Путина. Я думаю, что Дональд Трамп не знает Путина. Я знаю, что он встречался с ним, но он никогда не воевал с Путиным. Американская армия никогда не воевала с армией России. Никогда. Я лучше понимаю, сказал Зеленский в разговоре с CNN. Он заявил, что он не думает, что Трамп понимает, что Путин никогда не остановится. Глава государства добавил, что Трамп будет против американцев, если решит поддержать Россию в вопросе Украины. Все понимает Джо Байден и прикладывает максимум усилий, дабы остановить сопротивление республиканцев. Президент США Джо Байден экстренно созвал Белый дом лидеров Конгресса, включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона, чтобы попытаться разблокировать миллиарды долларов экстренной помощи Украине и предотвратить шатдаун, сообщает Блумберг. Не дожил до обмена. Российский оппозиционный политик Алексей Навальный скончался в исправительной колонии номер 3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе незадолго до того, как должен был состояться его обмен, заявила 26 февраля председатель Совета директоров, основанного Навальным фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих. Уже после убийства Алексея мне рассказали, что предложение обменять Навального Путину донес Роман Абрамович, как неформальный переговорщик, который общается с американскими и европейскими чиновниками и одновременно является представителем Путина, такой неофициальный канал связи с Кремлем. Я спросила Романа Абрамовича из общих знакомых, как, когда и при каких обстоятельствах он это сделал, что Путин ответил. Абрамович, к сожалению, на эти вопросы не ответил, но и возражать ничего не стал, сказала Мария Певчих. По ее словам, Навального планировали обменять на Вадима Красикова, осужденного в Германии, за убийство бывшего полевого командира чеченских сепаратистов Зелимхана Ханкашвили. О переговорах по обмену Красикова в интервью американскому блогеру Такеру Карсену говорил президент России Путин. Я рассказываю эту историю, чтобы у вас был ответ на вопрос, почему Навального убили теперь. Путину четко дали понять, единственный способ получить Красикова – это обменять его на Навального. Ах да, подумал Путин, Навального на свободе я не потерплю, и если принципиально Красикова готовы поменять, то нужно просто избавиться от предмета торга, подменить впоследствии при случае на кого-то еще. Это совершенно нелогично, абсолютно нерационально, это поведение сумасшедшего мафиози, но суть в том, что Путин сошел с ума от ненависти к Навальному. Путин ненавидит его настолько, что действует во вред себе и собственным рациональным интересам, ведь Путин точно знает, что Алексей Навальный мог его победить, утверждает председатель Совета директоров фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих. Публичное прощание с Алексеем Навальным пройдет в конце этой недели, и пишут его соратники. Команда Навального ищет зал, в котором его можно будет провести. Похороны Навального назначены на 29 февраля. Предварительно его могут похоронить на Борисовском кладбище Москвы, пишет телеграм-канал ШО. Также есть информация о возможных похоронах на Троекуровском или Хованском кладбищах. Тело Алексея Навального отдали его матери Людмиле 24 февраля, через 9 дней после его смерти. До этого следователь Александр Воропаев угрожал ей и требовал согласия на тайные похороны без публичного прощания. Обмен Навального – чистейшая и нелепая мифология, считает публицист и журналист Александр Невзоров. Согласно логике создателей мифа, Путин, чтобы помешать Путину поменять Навального, приказывает его убить. Это очень абсурд. Путин, конечно, умалишенный, но не до такой степени, чтобы вступать самим собой в силовой конфликт. Несомненно, Навального убили, но совсем не по причине обмена. Более того, этот миф – серьезная девальвация Навального. Да, его взгляды были романтичны и наивны, но он был опытным и виртуозным бойцом, пророком и идеологом. Путину он внушал панический страх. Никогда кремлевский упырь не согласился бы дать Алексею Анатольевичу свободу. Путин отлично понимал, как именно Навальный ею воспользуется и каковы будут последствия. Убийство Навального – точка полного невозврата для Кремля и Путина. Он еще раз продемонстрировал всем вседозволенность его второе имя – репрессии, преследования, убийства. Дальше будет только хуже, объясняет эксклюзивно в нашем эфире социолог и политолог из Германии Игорь Эйдман. Как раз убийство Навального – это такой знак со стороны Путина своим опричникам, что уже можно, что больше нет священных коров, нет людей, которые были гарантированы от какого-то террора, от репрессий, от избиений, убийств и так далее. Я думаю, что сейчас они еще до выборов в какое-то время чуть придержат вот эту массу силовую, которые готовы вообще прессовать население. А после выборов, я думаю, начнется уже массовая репрессия в стиле сталинском или даже еще в стиле, знаете, вот китайский Китай, хунвейбины, да? Вот какие-то вот отряды. Потому что чем вот эти ЧВК и прочие непотенциальные хунвейбины? И же можно натравливать на несогласных, натравливать на какие-то слои населения, которые пытаются как-то абстрагироваться, отделиться от этого режима, студентов там прогрессивно и так далее, и так далее. Все это вполне вероятно. Я думаю, что после выборов может начаться такая волна, вал такого террора массового. Каждый из нас представляет себе рай как прекрасное общество, полное чудесной вседозволенности, абсолютно лишенное каких-либо запретов. Но никто не догадывается, что и в раю могут быть свои жестокие правила. Маркиз де Сад, французский писатель. А в аду так тем более. Друзья, приходите к нам завтра. Буду ждать вас на этом же месте. С вами была я, Ирина Узлова. С вами наша команда. Программа «20 минут». Увидимся и победим! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...